В турецком городе Стамбул невозможно пройти по улице и не встретить бездомных кошек. Их можно найти повсюду в городе. Четвероногие друзья процветают благодаря доброте и щедрости людей, которые там живут. Они обеспечивают животных едой и водой, а иногда дают им приют. В 2019 году газета New York Times подсчитала, что только в Стамбуле свободно бродит более 100 тысяч кошек. Причина этого в том, что местные жители проявляют к этим животным замечательную доброту и заботу в силу своих традиций и культуры. Сегодняшняя невероятная история произошла именно в этом городе. В ветеринарной клинике и зале ожидания в тот момент было довольно тихо, и персонал воспользовался возможностью, чтобы заполнить некоторые срочные документы. В особенно загруженное время эти дела часто отходят на второй план. Ведь жизнь животного важнее оформления документов. Поэтому они воспользовались затишием и приступили к работе. Но вдруг открылись автоматические двери, ведущие с улицы в приемную. Администратор подняла глаза. Она ожидала, что кто-нибудь придет к ней на прием со своим питомцем, но она никого не увидела. Возможно, кто-то просто подошел слишком близко к двери и сработал датчик, который заставил дверь автоматически открыться. Она снова посмотрела на свой компьютер, но затем услышала странный шум. Она наклонилась над столом и увидела что-то, от чего у нее отвисла челюсть. То, чего она никогда не видела за все годы работы в ветеринарной клинике. По полу бегала маленькая кошка, неся во рту котенка. Маленький котенок выглядел очень слабым и неподвижно болтался во рту. Малыш оглядел комнату блестящими глазами. Видимо, он не понимал, почему он здесь. Но его мать явно была на задании. Она целенаправленно подошла к стойке регистрации. Это было поистине необычное и странное зрелище. Администратор была очень удивлена, что кошка просто так вошла. Хотя в этом районе было много кошек, ни одно из этих животных никогда добровольно не вступало в эту дверь. Мать-кошка целенаправленно подошла к женщине и осторожно поставила котенка перед секретарем. Женщина позвала одного из ветеринаров, и вокруг прибывших животных собралась небольшая группа. Почему они были здесь? Они чего-то хотели или просто пришли сюда из любопытства? Сотрудники должны были разобраться в сути дела. «Я никогда не видел, чтобы кошка и котенок входили так охотно», — сказал один из дежуривших в тот день ветеринаров. «Когда осмотрели мать-кошку, она оказалась в порядке и полностью здорова», — рассказал ветеринар. Поэтому они быстро перешли к котенку. Пока они осматривали его, мать не выпускала котенка из виду. Она внимательно следила за ветеринарами, которые переносили котенка в разные места, чтобы тщательно его осмотреть. Навязчивая мать явно не хотела, чтобы у нее отобрали ребенка. Но она настолько доверяла людям в отделении неотложной помощи, что позволила им помочь ей. К счастью, выяснилось, что котенок просто был очень маленьким и худым, но в остальном все было хорошо. Он просто страдал от недоедания. Что-то, что можно было легко исправить. Судя по всему, котенок был самым слабым в помете, и его всегда отталкивали, когда кто-нибудь из местных давал ему еду или воду. Его силы окончательно ослабли, и внимательная и заботливая мама-кошка сделала то, что сделал бы любой любящий родитель. «Котенок явно нуждался в помощи, и его мать это понимала», — сказал один из ветеринаров. Удивительно, что кошка распознала нештатную ситуацию и приняла меры. Ветеринары обеспечили котенка едой, водой и некоторыми лекарствами, чтобы защитить его от болезни и поддержать его в форме. Кошка и ее котенок съели всю еду, которую им давал персонал. Когда два животных были готовы покинуть больницу, ветеринары подумали, что она просто спрыгнет со стойки и исчезнет. Но у матери кошки перед уходом было еще одно дело. Когда она была готова снова выйти на улицу, она обошла каждого сотрудника и потерлась о них своим телом. Как будто она хотела поблагодарить их всех. Трогательный жест, показывающий, что кошки действительно обладают определенным уровнем сочувствия и эмоционального интеллекта. Врачи и медсестры погладили кошек, прежде чем их отпустить. В конце концов, мать и ее котенок вернулись в дверь, через которую вошли несколько часов назад. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.